Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Тюняев. Как в последнее время мы часто уже проводим 10-й или 11-й встречи. Владимир Николаевич, во-первых, инженер-механик по образованию, философ по призванию, изобретатель. Сегодня мы поговорим о очень важной теме, страшной теме, которая касается каждого из нас. Хотим мы верить в то или нет, но 5G – это гигантская беда, которая на нас в скором времени обрушится в нашей стране. Есть уже практический опыт, что происходит в других странах, где установлены вышки 5G, что это такое, как это воздействует. Сейчас мы все это расскажем, как говорится, предупрежден, вооружен. И вы должны знать, что будет с вами, с вашими детьми, с вашими родителями, со всеми нами. Это наша общая беда. Хотим мы верить в это или нет, об этом мы поговорим. Также я распечатал два леска текстов интересных, которые мне прислали разные люди разного образования на эту тему. Мы тоже про это поговорим, постараемся кратко. Ну уж насколько получится, извините, тема такая важная, что никакого времени не жалко для понимания этой беды. Владимир Николаевич, ну расскажите, что такое вообще 5G? Почему это так опасно? И опасно ли вообще? Какое отличие от 3-4G? И что в мире происходит? Практически отличия минимальные. И то, и другое, и третье наносят непоправимый вред здоровью. Но это увеличение частоты передачи сигнала. Частоту производители не озвучивают, на какой частоте они будут 5G передавать сигнал. Правда. Это не засекречено, просто не доводится до публики. Вот даже сегодня я смотрю, внедрение 5G приведет к гибели человечества. Вот свежие новости в интернете. Люди жгут вышки 5G. Да не вышки, по большому счету. Вышки как стояли, так и стоят. Я вам просто хочу сказать о том, что вот доклад, который мы уже опубликовали с вами. Еще раз показываю. В котором все обозначено по поводу вредного влияния электромагнитных полей на здоровье населения. В том числе детского. И здесь все данные приведены по проблеме, которая сейчас стоит. Законодательство не выполняется. Телекоммуникационные компании делают свое дело, не обращая внимания на гигиену, на нормы, на предельно допустимые уровни. Не утверждая, что это безопасно. Так скромно утверждаю. Но абсолютно точно доказано, что электромагнитные поля радиочастотного диапазона, да и вообще всего спектра приводят к различным заболеваниям. В том числе и онкологии. Вот еще один документ покажу еще раз. Мы его публиковали. Методические рекомендации главного санитарного врача. Роспотребнадзор. Читайте. Можете зачитать, что тут написано. Доказанные на настоящий момент считаются эффекты в отношении ликозов у детей под воздействием ЭМИ населенных мест и формирования опухолей головного мозга, глиомы и прочее. При длительном более 10 лет, интенсивном более 1 часа в день использовании сотовых телефонов. Ну и фактически Wi-Fi источников излучения. Это все, и роутеры, базовые станции. А поскольку они действуют не 1 час в день, как типа... Постоянно. Я вот хочу для зрителей сказать, вот смотрите, важно психологически нам объяснить людям, правильно? Вы-то понимаете одно, а людям многие не понимают. Давайте я поясню. Кто-то скажет, я пользуюсь телефоном сейчас вообще по 5 минут в день, это хорошо, прекрасно. Но Wi-Fi-то на вас действует из 10-20 источников, идиотов, соседей, которые включили и радуются этому передовому прогрессу, так сказать, круглые сутки. Сейчас есть фильмы, иностранные фильмы, переведенные в том числе на русский язык, где показано не только то, что происходит с людьми, уже там больше опыт, чем у нас применение вообще станций вот этих, что происходит. И более того, есть уже конференции, в том числе научные, в том числе в разных штатах проводятся. Это очень важный вопрос, потому что, занимаясь исследованиями по влиянию беспроводного излучения на здоровье людей, это излучение на самом деле небезопасно. Существует распоряжение Федеральной комиссии связи, в котором говорится, что у них идет потоковая передача данных, поэтому они не рассматривают вопросы здоровья, окружающей среды и всего, что находится в окружении этого излучения. Они говорят, что будут установлены небольшие соты, и они никому не будут мешать. Вот посмотрите, это то, что установлено в Калифорнии. Здесь мы видим, установлено оборудование 4G, а над ним будет установлен передатчик 5G. И вы можете видеть, что он расположен на расстоянии всего 4,5 метра от дома этой женщины. Этой женщине не оставляют никакого выхода. Она неизбежно должна заболеть, либо сразу получит какое-то неврологическое заболевание, либо в долгосрочной перспективе раковую опухоль. Складывается такая картина. Представители телекоммуникационной отрасли явно обманывают представителей общественности. И все это вызывает у людей возмущение. И мы должны остановить этот процесс, потому что оборудование устанавливают насильно. И это везде вокруг нас работает. У нас есть видео заседание Федеральной комиссии связи, где один из менеджеров, специалист по 5G, сам говорит, смотрите, мы насильно направляем эти сконцентрированные лучи в окна домов людей, на таких высоких уровнях излучения, которые запрещены в наших лабораториях. Это же просто абсурд. И представители Федеральной комиссии связи отклонили эту претензию и сказали, что это не является тем вопросом, который они готовы были обсуждать. Действительно, те компании, которые это все вводят, они не отчитываются. То есть, нет очень многих данных по 5G, я имею в виду. Потому что говорят, ведь в 10 раз мощнее, я правильно понимаю или нет, чем 4G все-таки? И частота в 10 раз. Надо знать то, что любые частоты искусственного происхождения вредно влияют на организм. Это доказано. Чем выше частота, что такое 5G, 4G, 3G? Это, ну, если переводить на русский язык, то это миллиарды колебаний в секунду. Сколько? 3G? Должно быть 3 миллиарда колебаний в секунду. Это частота колебаний несущей частоты, на которую накладывается информация, то есть модуляция. Еще раз повторяю, несущая частота, она несет мощность, тепловой нагрев, а модуляция, она влияет на межклеточный обмен. Вот эти две составляющие, они независимо от длительности воздействия, независимо от мощности воздействия, приводят к заболеваниям, в том числе с накопительным эффектом, и к онкологии, к психозам. Сегодня у меня был, вот практически на электричке ехал до Казанского вокзала, заходит мальчик под 2 метра ростом такой рыхлый, включает музыку на полную, катушку, и сидит слушает, ему пофигу, ему говорят, выключите, мужик там орет, а он вообще не обращает внимания. Женщины опять ему там обращаются, он на соседнем сидел. Я ему, ну я встал, я говорю, молодой человек, выключите, стоит тупо на меня смотрит, вообще не слышит. Я говорю, вот видите кнопочка, я нажимаю, машинец, вызовите милицию, пожалуйста, полицию. Молодой человек буянит, он встрепенулся и вышел, значит, ушел. Но у него абсолютно тупой взгляд. Вот я продолжу эту вашу мысль и очень важную вещь сейчас скажу, дорогие друзья, слушайте внимательно. Некоторым будет трудно эту информацию усвоить, ну не в начале, которое я скажу, а чуть позже, но постарайтесь это сделать. Значит, поясню. Да, сейчас будет, ну и под нашим роликом тоже, конечно, огромное количество таких вот, знаете, защитников Wi-Fi, всего самого прогрессивного, которые даже хотят еще, и 6G было бы, они бы еще согласились, лишь бы быстрее работал кнопкотык. Так вот, есть такие письма, подлые, ахайные, ну например, типа, ну не под нашими роликами, ну и под нашими тоже. Вы случайно не сотрудник РЕН-ТВ? Ну мол, что это все фигня, мол, типа. Или еще, например, что тут не клеится здесь? А где ссылочка на шапку из фольги, типа, подкалывают так дешево? А теперь давайте с дебилами общаться не будем, а вот теперь, что мне написал под один из наших роликов с вами, некий Назар Костейко. Он пишет, я по профессии бывший биотехнолог и микробиолог, то есть, внимание, очень внимательно слушайте, что пишет этот человек. Еще в студенческие годы проводил для себя эксперимент, как Wi-Fi 2,4 ГГц, да, будет влиять на бактерии. Бактериальные клетки. Я использовал два типа подопытных. Прокариотные клетки и эукариотные клетки, в скобках дрожжи. Прокариоты это доядерные, а эукариоты имеющие ядро. Думаю, не секрет, что у них есть кардинальные отличия в строении мембраны и клеточной стенки. Так вот, результаты меня поразили. Чтобы не расписывать сильно долго, коротко скажу, на эукариотные клетки воздействие было намного более ощутимо. То есть, это на нас с вами, у кого ядро есть. Любые организмы, у кого есть ядро. Потому что там есть ДНК в ядре, да, они плавающие отдельно и, так сказать, ну, не важно. Давайте дальше слушайте. Результаты, которые я получил, были схожи с эффектом ультразвуковой дезинтеграции биоматериала, лизиса. Результаты я сравнивал с зарубежными исследованиями в области клеточных дезинтеграций. Да, эффект, конечно же, не такой сильный, как при ультразвуке, но принцип очень схож. Вся жидкость в клетках буквально закипает. Во-первых, внутренности клеток частично гомогенезировались. А полностью нарушилась структура цитоскелета. В некоторых случаях ядра разрушились со слиянием кариоплазмы с цитоплазмой, то есть, внутреннего содержимого ядра с цитоплазмой, то есть, внутриклеточного вот этой жидкой составляющей. Во-вторых, изменение химический состав самих клеток. Это я выяснил путем жидкостной хроматографии после экстракции биомассы из культурной жидкости. Я культивировал клетки 48-120 часов. 48 дрожжи быстрее растут, так как и 120 бактерий. На протяжении всего времени возле шейкера с колбами работал роутер. Было много параллелей и контрольные образцы без Wi-Fi. Еще есть один момент. Излучение влияло на метаболизмопродуктивность бактерий. Они намного хуже потребляли субстраты, синтезировали продукты. Это бактерии, которые вы знаете некоторые, да, не убить ничем. И изобретают какие только не антибиотики, чтобы их уничтожить. И термо, даже обработка не все бактерии уничтожает. Не то, что мы с вами. У них очень сильно сдвигались вперед, продлялись. Локфаза. В среднем сравнении с контрольными образцами при излучении поврежденных мертвых клеток было 20-30%. Касаемо бактерий, все очень интересно. Бациллы оказались очень стойкими, но... То есть у них-то и ядра нет, а воздействие Wi-Fi на них было практически незаметно. Но их метаболизмопродуктивность все же ухудшалась. Делайте выводы. Думаю, не секрет, что подобное влияние будет осуществляться и на человеческие клетки. Сам факт того, что излучение разрушило клеточные ядра, уже предполагает, что оно, излучение, однозначно влияет на ДНК. А это попахивает чем-то весьма ужасным в дальней перспективе. Вот что пишет ученый, который, собственно, хоть что-то понимает. Но на самом деле таких исследований десятки тысяч было сделано с 60-х годов. Это просто зритель пишет. Да, и на основании исследований многочисленных различных институтов были созданы санитарные нормы и правила, предельно допустимые уровни излучений. Но, еще раз подчеркну, на сегодняшний момент это отражено в докладе экспертном и вот в нашей методической книжечке. И вот новая книжечка вышла, и был я на конференции «Благополучие детей в цифровую эпоху». А в электронном виде есть она? Есть, пришлю, да, обязательно. Пришли, и мы опубликуем под данное видео. Кстати, сразу скажу, дорогие друзья, кто новый зритель, вот под видео этим, которое вы сейчас смотрите, нажмете еще, кто захочет изучить этот канал. 2019 год. И там будут ссылки на… И видео есть у меня. Во-первых, вот эту брошюру бесплатно. В электронном виде. Это раз, в электронном виде. Значит, второе – это вот эта брошюра, вот этот доклад и прочие исследования. Кстати, я тут, извините, хочу еще такую важную вещь сказать. Вот вы говорите про то, что давно известно. Вот пишет человек, зритель. В 2011 году, на основе данных исследований, Семерная даже организация здравоохранения, как пишет зритель, Международное агентство по изучению рака классифицировали электромагнитное излучение от сотовых телефонов, и как возможный канцероген, то есть онкопротектор… Ну, у нас здесь это описано, да. Да. Ссылка есть на это. Как, соответственно, канцероген, то есть вызывающий рак, вещество и влияние. По аналогии. Вот пишет зритель наш. Вот новая, ну, смерть на носу, 5G. Всем советую посмотреть это видео. И, кстати, несколько видео я опубликую тоже под, чтобы вы могли больше ознакомиться, что происходит, то, что действительно там в Европе жгут вышки уже, причем еще 4G даже, кто понял, разобрался там. Просто это не показывают по таким, ну, каналам средств массовой информации, а по интернету это можно увидеть. И вот он пишет, возможно ли вам, Юрий Андреевич, Стюняевым, Владимир Николаевич, придется, ну, и он пишет, возможно, вам придется снять видео на эту тему, что 5G опасно для человечества, ужас, что творится. Ну, и вот он пишет, еще задает вопрос про нейтроник, но мы об этом потом поговорим, есть ли вообще какой-то здесь от 5G возможная защита или нет, потому что мы уже говорили, что от Wi-Fi, например, ну, не скроешься в том смысле, что… Нет, ну как же, есть у нас 5GRS, нейтроник, он роутер, значение нейтроник. Какой роутер, а если соседи, идиоты. А соседи, надо у себя все поставить на все устройства нейтроники, оно значительно снизит соседские воздействия, а большую антенну будем добиваться, чтобы везде поставили на территории, которые у нас есть. А, ну, ту, которую мы снимали видео. Вот сейчас будет вот это видео, просто посмотрите, про какую антенну мы имеем в виду, потому что действительно защититься полностью, тотально не получится даже с помощью нейтроников, ну, от всех сотен соседских Wi-Fi в полной мере уменьшить воздействие, да, как Владимир Николаевич сказал. Но, в полной мере, это более глобальная есть система, антенна созданная, но сейчас мы про это говорить не будем, времени не тратить, а вот кто захочет вот это видео, посмотрите. Она просто дорогая, и, к сожалению, сейчас это индивидуально ставить, все мало, кто может позволить. Ну, богатых людей много достаточно, скинуться могут, в конце концов. Она же практически на полгорода среднего российского. Ну, это правда, она на большие. Вообще, по-хорошему, это надо, конечно, выходить на какой-то уровень, доказать, да, воздействие вредного вот этого излучения, СВЧ-ВЧ-излучения, и как нейтрализацию, как пример, который может послужить, или нейтрализация вот эту антенну, которую ставить уже на уровне администрации. Вот это вот хорошо бы. Вот пишет зритель. Сотая связь 5G, оружие массового поражения. Это название ролика. Режиссер Галина Царева. Очень рекомендую посмотреть видео. Я сегодня вот как раз до записи смотрел. Это очень сильное видео. Советую действительно посмотреть. Вот пишет Кирилл Сергеев. Насчет высокоскоростной связи. Я сам связист, пишет человек. И есть такая машина, кратко называется тропосфера. Две большие тарелки, направленные друг на друга. Так вот, по средствам микроволн можно было высушить лес. Здесь, значит, прапорщик, ну, пишет прапор, говорил, мол, так. Для хорошей прожарки надо раз 5 подкинуть тушку курицы. То есть, этого достаточно 5 раз было, чтобы она полностью прожарилась. Кстати, мой друг... Это известно. Мой друг тоже в армии был связистом. И вот он тоже рассказывал, что там направляли антенну. Ну, где вот из густок идет самый выход, да, там. Тоже жарили там и куриц. Ну, все тоже, с примера, самое говорил. А сами солдаты в тот момент находятся в толстостенных свинцовых кунгах. И теперь это дерьмо, извините за натурализм, как вот написано, расставляют по улицам. Я снесу эту херню сам, если как увижу. Ну, собственно, что и происходит. Потому что люди сейчас многие прозревают. И когда они понимают, что без моего согласия меня убивают, да пошли они нафиг. Я буду делать... Они делают, а я буду это уничтожать. Человек прав человеческий абсолютно. Это по закону пусть неправильно, но это по-человечески абсолютно правильно. Потому что если государство не заботится о людях, то люди имеют право даже по Конституции сами заботиться и брать в свои руки раздеправление и защищать себя. Так вот, я что хочу сказать. Во-первых, вот про вот это мощнейшее воздействие, ну, это, так сказать, тоже СВЧ, да, вот этих генераторов? Это СВЧ, ну, они, повторю еще раз, СВЧ это сверхвысокочастотное излучение. Оно есть высокое излучение, ну, высокие частоты, сверхвысокие, потом ультравысокие и так далее. Этот диапазон весь, он вот до 300 гигагерц и дальше это уже уходит в рентгеновское. Но рентгеновское, то есть это ионизирующее излучение, которое уже ионизирует. И то есть это хорошо регламентировано, в нашей методичке это все прописано хорошо. Исследовано, введены параметры, область лечения. Но как раз радиочастотный диапазон исследован и нормирован только по тепловым эффектам. А по не тепловым не исследован, нет нормативов, нет приборной базы, ничего нет. И замалчивается это и производителями, и государством, извините, и всеми. И в том числе даже высшая школа экономики, которая здесь на одной странице пишет одно, на другое другое. Совершенно не обращая внимания даже на предельно допустимого уровня, то есть влияние на биологию. Вот, на биологию, на клетку. На клетку, конечно. Они все ввели термин благополучия. А что это такое, ни о чем? Ни о чем. Вот давайте сделаем, сейчас вставим маленький кусочек видео, которое вот на этой американской конференции было, что озвучено. Собственно, видео будет несколько раз, ставочки такие. Вы обязательно тоже смотрите. Ну, а потом продолжим. Мы сейчас находимся в Вашингтоне, Огрук Колумбия, с целью предоставления информации для законодателей по поводу воздействия дистанционного излучения на здоровье людей. В нашу команду входят специалисты по раковым заболеваниям, врачи-токсикологи, специалисты по клеточной биологии. Это все те люди, которые не работают на Федеральную комиссию связи. И работа по поводу выявления негативного влияния беспроводных технологий на здоровье людей является очень печальной страницей в истории нашей страны. Честно говоря, не знаю, как по-другому это выразить, но представители индустрии беспроводной связи лгут по поводу того, что эта технология не воздействует негативно на здоровье людей. А также лгут по поводу цели ее установления. Я только что приехал из Калифорнии, где мы глубоко изучили эту тему. Там они уже начали устанавливать это оборудование, поэтому нам удалось больше о нем узнать. На самом деле, они скрывают настоящую причину внедрения этой технологии. Если вы посмотрите эту брошюру, она выпущена самой компанией-провайдером этой технологии, Verizon. Здесь речь идет о гарантийных обязательствах на эти беспроводные устройства. Здесь написано, наша гарантия не распространяется на получение повреждений и загрязнения окружающей среды, произошедшие в результате данного излучения. Также интересно то, что в этой брошюре они дают определение беспроводному излучению во всех его аспектах, как приводящее к загрязнению окружающей среды. Они сами об этом говорят. Здесь написано, гарантийные обязательства не распространяются на покрытие расходов, на загрязнение окружающей среды, выбросы, рассеивание, утечку, перемещение загрязняющих веществ. Под загрязняющими веществами имеется в виду любое твердое, жидкое, газообразное, термическое, раздражающее или загрязняющее средство, включая копоть, задымление, испарение, кислотно-челочные и химические вещества, искусственно созданные электрические поля, магнитные поля, электромагнитные поля, звуковые волны, микроволновые волны и любые искусственно созданные ионизирующие или не ионизирующие излучения и отходы. Продолжаем. Вот письмо одного человека. А вот мне интересно, как вы к этому относитесь. Вот мнение человека пишет. Это просто реально заговор на уничтожение населения. Я, как радиоинженер, вот тоже интересно, хорошо, что пишут нам специалисты, подтверждаю это. 1 октября 2018 года американская телекоммуникационная компания, ну не будем называть, запустила для коммерческого использования мобильную сеть стандарта 5G. Ну это официальная была дата. Производители замалчивают о вреде этой сети. Частота, на которой работает связь, близка к рабочей частоте микроволновой печи 22 и 24 ГГц. Нет, он немножко ошибается. Во-первых, микроволновая печь работает 2,4 ГГц. Это раз. Ну он ведь не подбойку просто напечатал. Может ошибся, опечатался. Ну два раза двойку нажал. Еще раз повторю. Частоту... Вот мы выложим документ Санэпидемнадзора, где в 2016 году были проведены конкретные измерения базовой станции, на которой стоит передатчик с частотой 76 ГГц. Зачем и почему он стоит, неизвестно. Вы этот документ выложите. Я вам его уже присылал. Это раз. Причем один из товарищей, живущих в Москве, на улице Дегунинской, Сколунов, писал на имя президента письмо с тем, чтобы убрали эту вышку, на которой эти базовые станции стоят. Два года. Список там огромадных участников этой переписки, всех государственных структур, там 10-15, кто ему отвечал, в итоге убрали. Но не по поводу того, что она вредна, а по поводу того, что она просто неправильно размещена. Ну понятно, нашли просто... Да, ну убрали, убрали. А вот этот момент замалчивается полностью. Еще раз повторяю, в докладе отражено, что даже те люди, которые были руководителями Международного комитета по защите от излучения радиочастотного диапазона, были оттуда выгнаны, потому что они были проплачены производителями. Это факт опубликованный. Во-вторых, санитарные нормы не исполняются в нашем государстве. Были приняты в 16-м году санитарные нормы межгосударственные таможенного союза, которые вообще на все забили, извините, и совершенно не учитывают ни вред, ничего не учитывают. Они даже международные нормы, которые в 10 раз ниже требования, чем наши были, и то их проигнорировали. То есть, а реально какую мощность разгоняют? Мощность здесь, еще раз повторяю, влияет она. Вот по нашим исследованиям 20-летним, мощность самого сигнала – это термический нагрев. Где-то 40% вреда наносит организм, около 40%. 60% – это модуляция, то есть изменение межклеточного обмена. Она не зависит от мощности. Не зависит. Не зависит. Это мы с вами разговариваем. О чем тогда все-таки опасность в 5G, в отличие от 4G? Ну, она больше разгоняет, извините, ее частота колебаний больше, плотность становится больше. Вот представьте себе сопромат. Или плотность. Точечное воздействие на клетку. Естественно, ну то есть это ускорение, ускорение воздействия, ускорение напряжения всех систем и органов организма. Вот сюда вставим этот ролик, сейчас маленький, где как раз показано, как происходит воздействие точечное, как пуля из пистолета на каждую клетку, вот под воздействием уже 5G. Технологии 5G будут применять фазированные антенные решетки, чтобы направлять микроволновые лучи на мобильные телефоны. Эти спутники будут использовать тот же тип фазирования антенных решеток, что и наземные системы 5G. Это значит, что они будут отправлять очень узконаправленный сигнал интенсивного микроволнового излучения на каждое отдельное устройство 5G, находящееся на Земле. Значительно более короткая длина микроволн, использованных в связи 5G, позволит использовать малые фазированные антенны для передачи приема сигналов. Фазированные антенные решетки состоят из групп сотен крошечных антенн, которые работают вместе, чтобы стрелять лучом энергии в цель, как пуля. Группа этих мельчайших антенн может располагаться на квадрате площадью 10 на 10 сантиметров. Они производят микроволновые лучи такой плотности и мощности, которая позволит им проходить сквозь стены и тела людей. Есть же фильм «Мелатонин», мы его выкладывали, там 10 тысяч исследований по поводу того, как разрываются цепочки ДНК при воздействии, при любом воздействии практически. И с ВЧ излучения, и ВЧ. И с ВЧ даже практически всего диапазона. А вот теперь, кстати, следующее очень логичное письмо, ну, интересное в нашу тему. 5G использует частоту, ну, тоже человек тут, видимо, не знает, 24 до 90 ГГц, ладно, неважно, в пределах радиационной частоты электромагнитного спектра. Чем выше частота, тем опаснее для живых организмов. 5G, разработанный в Израиле, кстати, его, оказывается, в Израиле разработали, ну, пишет человек, по крайней мере, так. 5G, это общий термин, введенный, не имеет значения, собственно говоря. Главное, сама суть, к чему я, собственно, вот это зачитываю. Пусть разработанная в Израиле экспортируется в страны для, пишет человек, стерилизации населения и повышения онкологических заболеваний. И, внимание, он крупными буквами пишет 5G, запрещено в Израиле. Такой информации проверяли, мы не было в Израиле, что это запрещено. Но это как раз сенатор, который участвовал в подготовке доклада. То есть, не факт, что пишет человек? Не факт, это не факт. В Японии тоже там запрет, как прошла информация, что запретили или выбрасывали, тоже не факт. То есть, не подтвердили, тоже звонили туда. То есть, вот достоверная информация по запрету, единственное, что во Франции приняли закон, который запрещает использование мобильных телефонов в школах. Это факт. В остальных странах пока никакой достоверной информации нет. Хорошо. Вы посмотрите, включите телефон, навигацию, сколько у вас спутников вылезет? 10-12. А на какой частоте они работают? Как вы считаете? Ну, как минимум на той частоте, на которой телефонии работают. 3G, 4G, 5G. А кто его знает, на какой вообще они работают в частоте? Нам что, характеристики дают? Я вам характеристики покажу. Базовая станция, которая стоит на улице Дегуньска, которую снесли. 76 гигагерц передатчик стоит. В документе это написано. Это что такое? Это не 5G. Это 75G, если вот по этой классификации говорить. Скорость воздействия на организм усилится. Период адаптации, не адаптации даже, а период старения ускорится. Период возникновения онкологических ускорится. Усилится. И рост усилится. Это факт уже. Извините, народ будет вымирать. Это тоже факт. Этих передатчиков, где-то я слышал, через 150 метров будут ставить, планируют 5G. Да вы посмотрите на улицах московских-то. Они так уже стоят. Их не надо ставить, они уже стоят. Да во все устройства. Навесили блок и все. И они уже стоят. В холодильнике, утюги и так далее. Нет, ну китайцы, прошла информация, там американцы на них наезжают, то, что они там закладки делают, подслушивающие, во все устройства. Это, наверное, факт. И это же обратная связь идет. Тоже посылают сигналы. Послушайте, вот это маразм. Потому что анализировать все, что есть, ну, наверное, точно, когда какого-то человека его характеристики надо и психологический портрет нарисовать, сейчас это не проблема. Вот есть такие письма, где люди глумятся, мол, вот вся эта фигня, вот уже давно все вымерли. Или скажут так вот, если бы это было так вредно и было бы это правдой, то это бы уже давно запретили. Этого бы не было. То есть все же для нашего блага делается. Один человек очень неплохо написал тогда таким идиотом. А почему тогда алкоголь не запретят? Ведь люди от него дохнут, как мухи. Ну и что вы на это скажете? А, ну кто-то скажет, алкоголь не вреден. Ну тогда что, это вот... А почему табак тогда запретили? В общественных местах. А табак менее вреден, чем телефон. А раньше его разрешали в любом кафе, в детских кафе. Не было запретов у нас в стране, еще буквально там 70-е даже годы. А в 50-е он в самолетах курили. Так что, знаете что? А то, что кажется, это окна Авертона называются. Когда мозги, идет промывка мозгов, когда люди думают, что это естественно. Хотя, если бы им об этой информации когда-то, много лет назад рассказали, они были бы в шоке, как вообще это, так сказать, задумали. Сейчас не задумываются, видимо, потому что, может быть, туда внедряют какие-то, я не знаю, там уж, что с этой информацией. Или просто отупление, деградация. Либо как-то блокировка идет какая-то на опасность этого. Не знаю, уж что тут можно сказать. Ну хорошо. Нет, но мы же с вами говорили о книге Пси-войны. Послушайте, много роликов в интернете генерала Бориса Ратникова. Он по этому поводу очень хорошо говорит. Который занимался как раз психологическим и психотронным воздействием на человека. Тут все вообще очевидно и все в публичном пространстве. Народ не соединяет, извините. Народ перестал... Критически, вы хотите ее даже соединять. И не то, что критически, а логически. Анализировать. Нет причинно-следственных связей. Все погрязли, я не знаю в чем. Вот совершенно непонятно. Поэтому даже власть винить в чем-то, получается, что и народ-то сам ничего не делает. А есть попытки сейчас каких-то ученых или кого-то по телевидению. Кстати, я вот видел такое одно, что говорят, надо увеличивать грамотность людей в этой области, что, мол, это не страшно и так далее. Я же говорю, вот благополучие детей в цифровой высшей школе экономики. Говорят, да, хорошо, что мы равенство будем делать. Богатые, которые пользуются по миллиону телефончиком и бедные, они должны равны быть. То есть все для блага. Ну, они, я не знаю, с какой логикой извращенные к этому подходили. Богатые пользуются библиотеками. А бедные пользуются дорогими смартфонами, типа айфонами. А здесь совершенно иное высказано. Вот этими товарищами, да? Да, да. И на самом деле это абсурд полный. Ну, конечно, абсурд. Что нам делать, чтобы теперь вот так вот к практической стороне, чтобы вот это прекратить, вот этот беспредел и уж по крайней мере 5G? Или вы считаете, что все равно внедрят вот и будет? Да бог с ними. Конечно, внедрят. И это не в наших силах это основное. Потому что, да, влито громадные деньги. Ну, безусловно. Громадные. Поэтому нужно использовать средства защиты нейтроник на всех излучателях. Поэтому нужно объединяться и ставить на территории антенны, которые убирают резонансы. И меньше пользоваться просто мобильной техникой. Есть первые правила уменьшения времени использования. Вот и все. Но сразу давайте тут. Вот здесь будут правы те, кто скажет. Ну, хорошо. Я, например, вообще отключу сотовый телефон или выкину. Но. Но. Вокруг-то меня вот это вот постоянно... Безусловно, в деревню давайте валите. Ну, это да. Нет, ну, извините. Если человек говорит, я не могу из города уехать, у меня здесь работа. То ему важна работа, а не жена. Город, извините. Ну, что город производит, кроме, извините, дерьма? Нет, нет. Ну, понятно. Ну, люди многие, понятно, завязаны на городах. Ну, хорошо, завязаны. Но вспомните опыт иностранный, европейский. Еще в семи... Это Хилтун, Валерий Корреспондент, исследовал все европейские страны за последние сорок лет. В семидесятых годах началось движение из города в деревню. И он прогнозирует, что к двадцать девятому году из городов наших российских побегут все в деревню. У нас больше ста тысяч пустых деревень. Да. Красивейшие места. На реках стоят. А строят в поймах, строят бог знает где. Вот это все, извините, фигню всякую. Ну, это я, Винстон, согласен. Конечно, не все, понятно, смогут переехать. Есть пожилые люди, есть пенсионеры. Да пенсионер как раз и переезжает. У меня в деревне он пенсионер, кругом из города убежит. Разные люди, разумеется, не все переезжают. Понятно, что города... Да, на самом деле про вред городов в разных аспектах говорил еще больше ста лет назад Генри Форд. Да, естественно. Да, и он говорил, как это вообще логично надо делать, чтобы жить в маленьких вот этих крошечных там населенных пунктах, деревнях, а потом просто объединять единую экономическую сеть путем транспортных снабжений, то есть в единую экономику. То есть он в своем... Генри Андреевич, мы же говорим про что? Экономическое соединение. Да. А что человеку надо? Ну, Толстой же об этом писал. Чем больше вы развиваетесь духовно, тем меньше человеку материального требуется. Да. А мир, к сожалению, вот на другой вектор уписался и все, извините, загадил. Да, просто Генри Форд мечтал в свое время дать транспорт всем, чтобы люди мир могли посмотреть, те, которые привязаны, живут к своей работе и ничего не видят, кроме участка рядом. Это да. Это одно. А он и предположить не мог, что такое, но по сути он говорил верно. И, кстати, вот в этой книге «Моя жизнь, моё дело» он очень хорошо, очень многие вопросы жизни, бытия коснулся, то есть такого. И он прав, конечно, а то, что сейчас происходит, это, конечно, безумие. Гонка потреблений, люди живут так, чтобы больше потреблять, быстрее выкидывать. Ну, тут сразу много вопросов касается. Мы можем тут коснуться и гор пластика, разрушенных аккумуляторов, которые выкидывают. Да, громадное количество. Это загрязняет страшное количество там объемов почвы, воды. Сейчас вся промышленность должна работать на переработку того, что произвели. Не надо добывать полезных ископаемых, они не нужны. Ну, фактически, да, это можно было переоборудовать. Миллионы этих свалок по всему миру. Да, естественно. А нефть, которая в пластик перерабатывается, возьмите, обратный процесс запустите, не проблема вообще. Можно, кстати. А отвалы, которые горно-металлургические комбинаты, ученый Федоров Евгений Яковлевич давно произвел. Машину, которая все разрушает на фракции, разделяет. Пользуйтесь. Нет, вот именно, что это нужно сейчас обратить технологии на обратку, получая из этого энергию и все остальное. А, конечно, перспективы в бестопливной энергетике. Да, Острецов профессор, посмотрите, как он говорил про боголюбовый этот самый ускоритель. Получение энергии не проблема. Не проблема. Проблем переселения и отношения людей между собой. Вот. И отношения людей вообще к жизни вообще. И друг другу. То есть, что людям нужно отжить. То есть, для чего они, собственно, живут? Потому что, если они живут просто им, ну, как вы говорили, привели пример того, который вообще в прострации полный, да, там вообще уже ни о чем не думать. Таким, как, да, им уже ничего не надо. Им хорошо, чтобы он тыкаться, идти пожрать, там, потыкаться, может быть, на работе в чем-то, так сказать, там, я не знаю, чем он занимается. Два слова связать, может быть, хе-хе-хе, бухнуть пивка перед футболом на ночь или перед, там, каким фильмом. Да у нас был же Артем, если помните, на семинаре, который об этом и говорил. Он же музыкант. Он говорит, все колеса колятся, пьют. А, в среде его, да? Конечно. Так он вот, он же рассказывал про это. Он говорит, я вот сейчас вышел, это я обалдеваю. А все считают это нормой. Это как норму, да. Кстати, насчет вот семинара тоже, дорогие друзья, про миропонимание, устройство мира и там, тысячи глобальных вопросов, посмотрите вот это видео, сейчас появится сейчас на экране, обложку, а ссылочка под видео. Посмотрите это видео, я вам советую. И приглашаем вас посетить мероприятие, которое будет с 20 по 26 июля у меня в хозяйстве Пушкинских горах, где Владимир Николаевич и его товарищ проведут второе занятие, посвященное вот этой глобальной теме. Но не будем, наверное, сейчас говорить, вы просто посмотрите, что люди сами, которые посетили это занятие, рассказывают о том, что с ними произошло, что они, собственно, почувствовали, увидели, поняли и так далее, когда они это занятие посетили. Это будет лучше, чем мы будем об этом сейчас говорить. Так, что, наверное, в завершении мы скажем? Вы коснулись нейтроников. Нам кто-то тут скажет, а, реклама, все ясно, значит, все это фигня, о чем мы говорим. Нет, почему? Реклама, да, это реклама. Во-первых, давайте так, даже если реклама была бы фигней, даже если, это совершенно не означает, здесь нет логической связи никакой, что та информация, которую мы давали до этого, да, ссылаясь на ВОЗ, на там исследования, на вот эти Совет Федерации доклады, на прочие любые исследования, что это значит ерунда. Никакой логической связи здесь нет, даже если бы это было. Это первое. Второе. Нейтроники выпускаются вот эти, про которые некоторые могут сказать, что это фигня. 20 уже там, 3 года, да, если не больше? До 98 года. Это, ну да, 20 лет. Вот в этой брошюре, вот в этой брошюре, которая бесплатно, вот это про нейтроник, будет, ссылочки, посмотрите, вот, есть табличка такая, сейчас я просто ее здесь покажу. Ну, табличка, в которой приведены 46, по-моему, научно-исследовательских институтов, да, вот они, 46 различных исследований. Исследований. Как это работает? Видно и на гемосканировании, на биорезонансе, на других исследованиях. На бактериях. Ну, безусловно, и ни один академик, а пытались все, кто протест, так же, как вы, вот некоторые из вас, да, выражал, не смогли доказать, как бы они ни хотели, за 20 лет. Не смогли просто физически, потому что это невозможно. Но есть вещи, которые невозможно. Да, давайте так, если кто-то из вас захочет протест выразить, что это все фигня, тогда держите свое, будьте человеком, мужчиной, по крайней мере, я думаю, это большинство мужчин, не женщин, будут протестовать. Так вот, если вы физик, радиоинженер, любитель Wi-Fi, установщик Wi-Fi и так далее, то давайте так, если вы хотите опротестовать, если вы сможете доказать, я лично обещаю вам гарантию, даю перед всеми моим зрителям, миллион рублей. Миллион рублей будет приз. Если вы аргументированно, научно сможете доказать на круглом столе, который мы, например, соберем, вы приведете с собой, обязательно приводите нескольких профессоров и академиков. Один вы не потянете просто, каким бы вы специалистом ни были. И если вы сможете научно и аргументированно доказать, то я обещаю вам выплатить один миллион рублей. Доказать то, что радиочастотный диапазон безопасен для человека. Да, что говорят для простых людей, что Wi-Fi безопасен, что сотовая связь, 4G, 5G, неважно, безопасна для человека и на каком основании она безопасна. И вы сможете это аргументированно доказать, то вот мое вам слово и всем тысячам зрителей. Ну, теперь в завершении может быть что-то, скажем, то есть вот скажем так, некоторые могут подумать, но люди, что все-таки 5G, ну какая разница, уже есть 3G, там 4G. Ну, будут 5G, разницы никакой. Давайте все-таки подчеркнем, что разница все-таки будет. Будет разница. В увеличении напряженности вокруг человека и внутри человека, что приведет к убыстрению старения организма, истощению организма и, как следствие, к быстрому возникновению различных заболеваний. Это промоутер ускорения заболеваний человека. То есть это катализатор ускорения. Катализатор, да. И это будет просто до 10, а может быть, кто знает, во сколько раз. А кто знает, посмотрим. И это, конечно, по-хорошему допускать нельзя. Я не знаю, можно ли что-то сделать. Тут Владимир Николаевич говорит, скорее всего, нет. Но я тоже, честно говоря, думаю, что, я не знаю, манифестации, протесты, какие-то митинги, ни к чему, скорее всего. Да нет, ни к чему смысла в этом нет, потому что надо просто-напросто попросить государство, контролирующие органы, производителей использовать средства защиты. И предупредить всех, ребята, используйте только определенное время, количество. Все, вопрос решен. Ну, хорошо. Конечно, я лично, конечно, против вот всех этих 4G, 5G. Да проводную надо использовать. Зачем ее беспроводную? Мы же об этом говорили уже. Да, у меня в одном из видео, я подробно говорил, сейчас просто повторю. У меня в Пушкинских горах есть только 3G. И там у меня установлено на одном домике, да, антенна, приемная, большая параболическая антенна, которая просто принимает вот сигнал, его сужает, ну, скажем, концентрирует. Потом по проводам это идет к роутеру, потом только никакого Wi-Fi. Ашертизатор. Да, потом, да, значит, с него идет там на свитч распределитель, и провода тянутся к каждому дому, где уже просто розетки подходишь, там, ну, или компьютер у тебя стоит, либо ноутбук, просто человек втыкает, и, соответственно, он уже проводным интернетом пользуется. А настолько от 3G мощная у меня идет передача, вот, скажем, информации, что я могу с компьютера загружать видео в YouTube ролики, там, по гигабайту, по два, по три, там, засчитанные, там, ну, десятки, там, 80, у меня на прием 40 на отдачу идет, мегабит в секунду. То есть очень много. Как, почти как вот здесь, в Подмосковье, где у меня оптиковолокно, ну, характеристики, там, ну, 100 на 60, там, 80 на 40, а тут... Ну, это вполне достаточно. Примерно то же самое. Реальность такова, что это является величайшей угрозой для окружающей среды и безопасности людей. И вместо того, чтобы убрать это оборудование, так как у нас есть альтернативное, безопасное оборудование проводной оптоволоконной связи в наших домах, но почему-то мы тратим миллионы и миллиарды долларов и открываем дорогу этой индустрии, чтобы она извлекала из нас выгоду. И именно сейчас нам нужны наши представители, которые будут представлять наши интересы и остановят установку этой технологии 5G. Это абсолютно неправильно, что вы можете облучать людей до такой степени микроволнами. И в том пакете с информацией, которую я вам передал, вы найдете отчет военных по миллиметровым волнам, которые включают 350 исследований, показывающих достаточно ясно, что существует явное биологическое воздействие со стороны волн, которые стоят на ступень выше термальных, выше по значению, чем указано в наших инструкциях по безопасности. Что еще интересно в этом отчете? Они говорят, что от 30 до 80% субъектов данных исследований знали о том, что на них проводят опыты, потому что наша кожа и наши глаза могут поглощать непропорциональное количество этого дистанционного излучения. То есть речь идет о серьезном воздействии на кожу людей и нервную систему в целом. И в завершение, просто говоря, пусть рекламен, но вот эти нейтроники, вот, собственно, тот самый пятый нейтроник, который для телефонов, ну, а это второй вид для мониторов ноутбуков и телевизоров, что делают они? Они снимают как раз вот это резонансное воздействие, разрушительное, от высокочастотных источников излучения на клетку. Вот это воздействие модуляции всех этих приводящих. Источные связи, они уменьшают и термический нагрев клетки как таковой. То есть напряженку снимают. Это доказано в том числе. Но главное вот это страшное, что 60% это и более, это вот эти модуляции. Практически убирать 100%. Да, мы показывали в своих видео, как до 600 раз, да, уменьшение воздействия происходит вот этого, ну, на приборах. Ну, это одна из характеристик, которая показывает. А их достаточно много и по всем характеристикам нейтроник снимает воздействие. Ну, в среднем 80% до 90%. Поэтому приобрести нейтроники, вот эти неподдельные, настоящие нейтроники, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. В соответствующем разделе под видео будет просто ссылка, нажмете еще и вы просто откроете, ну, прямо ту ссылочку, которая приведет вас на страничку сайта, где продаются конкретно эти нейтроники. Также прямо в разделе вот товаров, где нейтроники как товар выставлены, есть ссылки на статьи. То есть они продублированы и под этим видео в YouTube, и там, на сайте тоже. Поэтому кто хочет, найдет любой. Захотите изучить, изучайте. Захотите критиковать, только конструктивно. Уже объяснил как. В завершении скажем следующее. Наша задача, как говорится, не было там пугать или что-то такое. Это просто факт, это надо знать. И когда человек предупрежден, он вооружен. Это хорошая, правильная пословица. Ну, так же, как хочешь мира и готовься к войне, там, да, это правильно. И вот в этой связи каждый человек имеет право это знать. Но разумный человек не будет отбрасывать информацию какую-то и говорить, что это глупости, только лишь потому, что он хочется спрятаться, как песок страус в голову, зарыть и не видеть эту проблему. От этого вы не уйдете от проблемы. Ее надо знать, и тогда вы будете знать, как можно ее решить. Можно так или иначе решить. Можно решить. Кто-то уедет, выберет свой прекрасный выбор за город, жить в какой-нибудь там экопоселении. И в городе можно решить. Можно в городе, если разумные люди объединятся, допустим, приобретут, предположим, вот ту антенну, которая будет защищать, как купол в радиусе очень большом. Площадь 20 квадратных километров. 20 квадратных километров. То есть от воздействия вот этих вот как раз СВЧ и прочих излучений. Кто-то, безусловно, это уже проще сделать каждому человеку, потому что это объединиться всегда в наше время, сейчас и нынешнее трудно, к сожалению. Ну, кто-то там в поселке своем, ладно, скажет, а как нам быть, скажут пенсионеры. Ну, конечно, вот, ну как быть, ну, я не знаю, говорить с детьми, говорить с... Будем искать средства, чтобы везде, во всей стране поставить эти... Владимир Николаевич пытается пробиться через вот эти все препоны, через Совет Федерации, через всякие там комиссии и прочие, доказывают, представляете, там, треть жизни на это тратят. Вот это тоже работа ведется, вы не думайте, что она не ведется, чтобы на законодательном уровне вот это о безопасности было хотя бы, да? То есть, значит, речь про это тоже, конечно же, у нас идет. Ну и просвещайте друг друга, помогайте другим. Конечно. А нейтроники это, да, это защита, это не полную мере решит все проблемы, но огромные проблемы уже решит. Ведь есть, на нас воздействует огромное количество объективных факторов, которые приводят к болезням людей. Если мы как можно больше этих вредных факторов уберем из своей жизни, тем здоровее мы будем. Вот у меня есть такое видео «Девять причин болезней». Это девять групп факторов. Питание – это один из них. Конечно. Электромагнитные источники – это второй из них. Есть другие. И чем больше мы уберем, это же логично, тем лучше будет. Более того, чем больше мы количество факторов уберем, ну, например, какой-то не сможем или какие-то, уже меньше воздействия. Да, естественно. Это тоже разумно и логично. Поэтому просто будьте людьми здравомыслящими, не рубите, как говорится, с плеча, разбирайтесь. Если вы хотите действительно не зарыть голову в песок, а изучить, и тогда думать, как же быть, вот тогда просто изучайте материалы, которые мы под видео дадим. А мы готовы помочь. Да, мы в этом, по крайней мере, информационно. Второй план – это приборы устройства, от малых нейтроников до больших антенн вот этих. Ну, и главное – это наше время знания, информация, это большая сила. А дальше вы уже решаете, как лично свою жизнь, своей семьи вы будете менять. Потому что, еще раз говорю, да, каждый сделает свой выбор. И, так сказать, главное, чтобы он понимал, зачем он это делает. Мы помогаем людям для того, чтобы они могли сделать хоть выбор, а не плыть по течению и просто прийти к закономерному итогу, как приходят сейчас миллионы людей, так сказать, к естественному. Болезни молодеют. Уже про лейкоз вот и сказали. А я про это лет 6 назад еще говорил, когда мы, ну, в разговорах о питании, о высокомолекулярных животных белках, к чему это приводит. Когда еще не было Wi-Fi и прочего, еще 20 лет назад уже лейкозы детские были такие. И в 10, 20 и в 100 раз выше по разным регионам, нежели, чем это было в 80-е годы. И если раньше был детский лейкоз, находили где-нибудь, скажем, в 70-х годах там случай где-нибудь в крупном городе, типа Петербурга, Ленинграда, комиссии собирались, так сказать, изучали это. Сейчас же это настолько рядовое, что люди говорят, ну, что вы хотите, врачи говорят, как терапевты, это сейчас распространено или что-то такое. Как будто что-то неизбежное, неотвратимое. Мы уже присвыклись с этим. Думайтесь, мы же свыклись с тем, что еще считали неестественным десятки лет назад, буквально 20-30. Вот это и есть окна Авертона. И это воздействие на нас, информационная еще обработка, промывка мозгов. Поэтому давайте все-таки думать правильно, критически мыслить, а не подаваться на вот эти вот желания, свои лень. Это лень. Люди идут на поводу своей проклятой лени. Что, а бог с ним, что будет. Сейчас бы, лишь бы я кусок вытащу из чего-нибудь там сожру, посмотрю, сяду это. Отстаньте от меня. Зачем вы пришли мешать нам? Зачем вы пришли мешать нам? Жить спокойно. Ну и живите. Тогда живите. Тогда не обращайтесь, болеться зачем? Нет, ну это уже дальше, что хотите, то и делайте. Все. Так что вот на этом, я думаю, мы закончим. Да, это видео. Пишите свои вопросы в форуме, ну, под данным видео. Задавайте. Мы обязательно будем встречаться, отвечать на ваши вопросы. Также распечатывайте и прямо отвечать на вопрос. На группы вопросов сходных. Дискутируйте друг с другом, приводите данные. Кстати, дорогие друзья, очень вас прошу. Будут писать люди, которые будут задавать, конечно, неадекватные какие-то там эти, да, вопросы, лень им. Помогите нам, помогите мне. Просто найдите ссылочки и дайте необходимые ссылки этим людям, ну, за меня, да, пожалуйста. Потому что сколько дел, что, правда, на это нет времени. Ссылок достаточно, более чем достаточно. Ну, тем не менее, тем не менее. Людям даже лень ссылки открывать. Вот до того сейчас дошло. Что ты просто даешь ссылки, и они спрашивают ровно то же самое, что, кстати, в видео, вот мы, я говорю, нажмите еще. Это люди, некоторые говорят, что же вы как с дебилами. Я говорю, слушайте, после этого даже люди еще задают. То есть, представляете, что происходит? Вот, кстати, а вот это полное отупление. Я вам однозначно вот просто не могу не сказать еще. Я сто процентов говорю вам, что не только вот это поголовное отупление, невозможность уже, больше, больше ста людей логических. Что там про логическое мышление? Даже связать примитивные вот две вещи, которые там школьники раньше там, не знаю, там в пятом классе могли связать. Уже массово идет. И это не только связано с тем, что нас отупили за десятки лет телешоу, там, ток-шоу и разными, значит, мыльными сериалами. Это тоже, безусловно. Но это в десятки раз ускорило, про что мы говорим, про катализатор. И эти процессы явления с появлением сотовой связи. Это факт. Это факт. Это просто факт. Хотите, принимайте этот факт. Хотите, нет. Кому будет хуже? Ну, точно тем, кто, так сказать, это плюнул и не принял, а идет дальше, катится, плывет по течению. Можно, конечно. Только это течение, как правило, всегда падает с пропасти. И разобьетесь точно. Не миру будет хуже, так сказать, а вот каждому из нас, вам давайте этого все-таки не допускать. Ну, ладно. На этом, наверное, все. Достаточно уже на сегодня. Значит, продолжим эту тему. Будут у вас интересные видео для аналитики нашей. Ну, какие-то вот ссылками кидайте. Обязательно проанализируем. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok